Продолжение следует... Программу раздаю. Программа, там описание её. И у вас, да? Потом, впервые, не забудьте свой адрес оставить электронный, там у меня в списке. Это первое. Несколько первых лекций посвящено колебаниям в дискретных системах. Классические эффекты, связанные с теми, которые каждый физик должен знать. Тема сегодняшней лекции и следующая. Это резонанс. Резонансов два типа есть. Это резонанс под действием вынужденной силы. Второй – это параметрический резонанс. Они у вас были в курсе общей физики. Но в силу общности результатов, огромного количества явлений, в которых они возникают, а также деталей, которые необходимо подчеркнуть, сегодняшняя лекция будет посвящена резонансу. Кроме того, важен метод, которым будут получены результаты, он постоянно будет использоваться в дальнейшем. Заголовок. Вынужденные линейные колебания. Вынужденные линейные колебания. Ну, можно написать резонанс под внешним воздействием. Ну, пункт первый. Вынужденные колебания. Ну, и свободные колебания. В прошлый раз они говорили, классификацию провели, фазовый портрет определили, все там слова были сказаны. А теперь посмотрим вынужденные колебания. Вынужденные малые колебания в условиях сопротивления. Или при наличии сопротивления. При сопротивлении. Ну, буква Х обозначает бобчанную координату. На всех случаях напоминаю, что Х точка это Х по ДТ. Обозначение. Ну, и динамическое уравнение выглядит просто. Массовое ускорение перечисляет все силы, которые есть. Возвращающая сила всегда возникает в системах любой природы. Просто следует изложение потенциальной энергии. Пошла, посмотрели. Кроме того, мы делили силу сопротивления пропорциональной скорости. Но есть внешняя сила Ф от Т. МХ с двумя точками, плюс Альфа Х точкой, плюс КХ равняется Ф от Т. Ф от Т внешнее воздействие. Обозначение. Ну, я еще раз так напишу. МХ с двумя точками. Плюс Альфа КМ с точкой, плюс ККМ равняется Ф от ТКМ. Обозначение важное. Обозначение Альфа КМ. Два гамма. Гамма, между прочим, имеет название от всего решения. Это декримин. Дальше. ККМ. Эта константа. Но, кстати, пометим, что гамма задана. Этот параметр считается заданным. ККМ, Омега 0 квадрат, Омега 0, полезно написать, частота, собственно, колебаний системы. Омега 0, ну, собственная частота. Ну, раз на массу поделили, пусть будет ФКМ обозначен малой буквой Ф. Получается уравнение, специально уравнение второго порядка, с двумя точками, между 2 гамма и х точкой, Омега 0 квадрат х, равняется Ф от Т. Замечательное уравнение, о котором мы вот сегодня будем разговаривать. Линейное диффициальное уравнение второго порядка, с постоянными коэффициентами, неоднородная. Полезная классификация. Решение есть аналитическое? Есть. Всегда. Так, кстати, ну, поскольку уравнение линейное, не нарушая общность, о чем я буду говорить, всегда можно считать, что Ф от Т, это и есть гармоника. Я всегда внешнюю силу разложу по гармоникам, а потом по позиции решений получу решение всегда. Будем такую вещь предполагать. Отлично. Решение. Как выглядит? Х от Т. Как выглядит? Ну как, общий подход какой? Решение однородного уравнения, да? Плюс частное решение неоднородного уравнения. Однородное уравнение. Решение однородного уравнения. Однородное уравнение. Х с двумя точками, плюс 2 гамма Х с точкой, плюс омега 0 квадрат Х, равно нулю. Сразу, давайте сразу введем следующую вещь. Мы в прошлый раз это уравнение смотрели, там три разных возможности. Нас интересуют случаи, когда реализуются колебания. Поэтому рассматривается небольшое, малое сопротивление, которое обеспечивает тайщее колебание. Именно всегда будет предполагаться, что гамма меньше, чем омега 0. Если это так, то решение однородного уравнения. Х 0 от Т, это есть А, и есть ипи минус гамма Т, косинус омега Т плюс альфа. Где омега? Это смещенная частота. Корень квадратный из омега 0 квадрат минус гамма квадрат. На первой лекции это уравнение писали, его решение писали, вы наверняка его несколько раз делали. Кто не верит, взяли и подставили. Обращаешь внимание, что вот это называется частота колебаний, вынужденных. Напишите словами, частота вынужденных колебаний. Она смещена. Это первое обстоятельство. А альфа это есть константы, которые на самом деле определяются начальными условиями. Вот это общий вид однородного решения, однородного уравнения. Теперь надо поискать решение неоднородного уравнения. Неоднородное уравнения. Причем х с двумя точками плюс 2 гамма х с точкой равно омега х равняется ф косинус косинус омега т. Ну, достаточно найти какое-нибудь одно решение частное. Все будет хорошо. Ну, смотрите, здесь всякие синусы, здесь косинусы. Если вы начинаете, будете подыскивать решение в трагематическом виде. Уверяю вас, у вас все получится часа через полтора. Поэтому подход другой, подход универсальный, я его чуть позже обобщу. Как ищется решение такого уравнения? Поиск решения в комплексной форме. Совершенно верно. Напоминаю, почему косинус, а не синус. Вандау пишет для решения. Действительная часть комплексного выражения. Совершенно верно. Поиск решения в комплексной форме. Х с двумя точками плюс 2 гамма х с точкой равняется омега 0 квадрат а плюс омега 0 квадрат х равняется f и степени и омега t. Да, кстати, пометьте, вот это омега это имеет определение частота внешней силы, частота внешнего воздействия, внешняя частота, внешняя частота. Можно пометь, что это основной параметр, по которому будем смотреть решение, как от него решение зависит. Резонансные кривы как раз к наумию будут ориентированы. Ну, отлично. Где? Не надо никакого. Ничего. Ре успеете. Вот я смотрю, вот это решение действительно в виде. Вот это я написал уравнение в комплексном виде. В комплексной форме. Теперь поиск решения в виде х1 равняется b есть степень и омега t. Поиск решения в виде. Вот я хочу так посмотреть. Ну, экспонент удобно подставлять. Я, значит, подставляю линейное уравнение. Все производные дают значит, умножить ли экспоненты. На экспоненты я сразу сокращу. Получится и омега в квадрате b плюс 2 гамма и омега b плюс омега 0 квадрат b Ну, экспонент я вижу сразу сократил. Равняется f экспонент, вот это вот. Я везде сразу сократил. Понятно, да? Отсюда получается выражение для амплитуды b это f делим что-то остается это вот комплексная величина омега 0 квадрат минус омега квадрат я вот эти две вещества сравнил плюс и 2 гамма омега но получил выражение для b пригодится сейчас теперь первый комментарий можно пометить, что частное решение одна форма для него уже есть это b е в степени и омега большое т а вот b вот явное выражение не такое теперь пару комментариев надо сделать очень полезно вы их знаете но пусть будет под рукой и на виду комментарии заглавим комплексная арифметика залезли в комплексную плоскость z x плюс и y да есть представление z есть степень и фи где z модуль модуль а фи это аргумент ну так z косинус фи плюс и синус фи вот так теперь модуль z корень квадратный из x квадрат плюс y квадрат это первое комментариев дальше тангенс фи аргумент тангенс фи это есть синус фи делить на косинус фи очевидно отсюда это есть y делить к x поэтому фи это есть арг тангенс y x и таким образом я могу представить z комплексную величину z как модуль корень из x квадрат плюс y квадрат выражение для модуля здесь стоит вот это экспонент x и степени арктангенс y влит на x о это выражение мне сейчас пригодится все понятно да замечательно тут рядом лежит еще одна красивая вещь которую нельзя не упомянуть пункт второй эта формула е в степени и фи равняется косинус фи плюс и симус фи впервые написано элером причем доказательство замечательное это просто разложение в ряд тэлора экспоненты косинуса и синуса вот подставьте сравните и получится замечательно здесь рядом лежит формула которую британская энциклопедия называет самой красивой в математике наверное вы ее знаете е в степени и пи это сколько минус 1 красота ну потому что все основные три величины три константы математики экспонента и пи в одной формуле красиво выделены да еще равны минус 1 и знак показательный так что это вот замечательно но еще скоро здесь стоим рядом я еще два слова скажу относительно обозначения элера как все забыли а ему тут все школьники обязаны углы обозначения углов треугольники помните большую букву а б и ц помните обозначения элера обозначение сторон в треугольнике малые буквы а и ц обозначения элера следующая буква д занята под диаметром обозначения элера следующая буква е она не от слова элера а по алфавиту а, б, ц, д обозначения элера так что все замечательно пусть будет красота так значит все понятно вот мне нужна вот эта формула понадобится всякий раз я буду писать полезно так если это так то тогда бы она в это есть так я напишу x частное решение x1 d в степени и омега t для понятия на выражение его представлю видеть f в знаменателе пишу вот пред по этой формуле корень квадратный квадрат минус квадрат квадрат x квадрат плюс 4 гамма квадратом квадрат и га квадрат но теперь будет стоять вот этот вот x x и арктангенс арктангенс y делить на x 2 гамма омега делить на омега 0 квадрат минус омега квадрат очень громоздко но более-менее понятно откуда взялось вот дальше я хочу представить эту величину в виде b е степени и дельта то есть это будет так написано f на корень из омега 0 квадрат минус омега квадрат квадрат плюс 4 гамма квадрат омега квадрат это вот я b написал теперь вот этот экспонент x я хочу поставить вверх поэтому здесь значит минус появится останется арктангенс а этот минус я поскольку арктангенс нечеркной функции сюда занесу омега 0 квадрат минус омега квадрат на 2 гамма омега вот такая вещь то есть b я не поленюсь это f деленное на корень из омега 0 квадрат минус омега квадрат плюс 4 гамма квадрат омега квадрат это амплитуда в явном виде и вот это вот величина дельта которая здесь стоит это не что иное как арктангенс арктангенс омега 0 квадрат минус омега квадрат на 2 гамма формулы понятны хотя громоздкие все теперь можно выписать решение ну кстати давайте так x1 от t x1 от t что останется останется b е в степени и дельта на е в степени омега t то есть это есть b амплитуда на е в степени и омега t плюс дельта вот это точно решение уравнения в комплексной форме дальше я сделаю утверждение сейчас я его сделаю вообще не переутверждаю что любое решение в комплексной форме прожидает соответствующее действительное решение поэтому значит исходное уравнение исходное уравнение которое мы рассматриваем x двумя точками плюс 2 гамма x точкой плюс омега 0 квадрат x равняется f косинус омега t вот так было дело да ну смотрите взаменатель стоит хочу чтобы он стоял в числителе для этого у меня надо экспонент у минус здесь подставить вверх понятно минус подставил артангенс нечетная функция я ее сюда затащил и аргумент перевернул ну и ну ну смотри ну как будет стоять стоять экспонент с минусом здесь стоит под артангенсом ну перевернул я его здесь и все так исходное уравнение выглядит таким образом теперь напишите общее решение общее решение в действительной форме сейчас погодится x от t равняется а е в степени минус гамма t на косинус омега t плюс альфа плюс ну вот отсюда вот вот это вот решение да да оно дает как раз b в действительной часть выражения 2 b косинус омега t плюс бельта ну еще раз можно пометить здесь вот это точное решение тут важно пометить ну а альфа это константы который определяется по граничным условиям омега это сдвинутая частота прошу про это не забивать омега 0 квадрат минус гамма квадрат выражение для b точно известно вон он стоит f f сейчас понадобится корень из омега 0 квадрат минус омега квадрат в квадрате плюс 4 гамма квадрат омега квадрат дельта 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 есть арктангенс в квадрате плюс омега 0 квадрат минус омега квадрат дельта 2 гамма омега все давайте это вытру и комментарии важны тут важен комментарий комментарии 2 комментарии напишите комплексная алгебра комплексная алгебра то что сейчас сделано это на самом деле частный случай частный пример гораздо важнее метод напишите комплексное решение комплексное решение порождает действительное порождает соответствующее действительное оператор этим методом всегда пользуются мы будем постоянно пользоваться и так пусть л напишите линейный действительный действительный линейный оператор так что l от z равняется w есть решение z равняется x плюс y а w это u плюс и v вот такая вещь тогда в силу линейности в действительности z всегда получается l а z от x плюс y равняется u плюс и v отсюда следует что l от x равняется u l от y равняется v и таким образом таким образом таким образом l от x равняется ну l от x равняется u l от x это решение для любого действительно линейного оператора поиск комплексного решения всегда даст соответствующее действительное решение это очень удобно и выгодно напишите здесь же что это первый комментарий что линейный ну как линейный оператор линейные операторы появляются вследствие линеаризации уравнений термогидродинамики чем мы будем заниматься как раз там постоянно в курсе это универсальный прием это пункт первый дальше пункт 2 линейность сильно используется потому что используется понятие принцип суперпозиции напишите спектральное разложение фурье спектральное разложение фурье которое вы конечно знаете ну и сейчас просто взял сейчас решили уравнение с одной единственной гармоникой омега если бы любая другая функция разложение по гармоникам даст то же самое решение соответствующий ряд всего суперпозиции линейности довольно очевидно спектральное разложение фурье я напомню что любая функция это есть ряд ну f n в степени и n омега t где n вообще меняется от минус бесконечности до плюс бесконечности есть такая возможность ну там есть ограничения для функций если функция физической кладки хорошая всегда можно такое сделать и наконец третий пункт который здесь связан идейным образом лежит метод элементарных волн метод элементарных волн что я из себя представляю ключи словами рассмотрение эволюции малых возмущений эволюция малых возмущений эволюция эволюция малых возмущений сначала производится линеризация исходных уравнений термогидродинамики потом предполагается что есть внешнее воздействие которое всегда можно разложить по гармоникам по малому это интерпретируется что у вас есть всегда возмущение подобного вида с производными значениями частоты волнового числа но проходит не все то которое удовлетворяет уравнение отсюда получается зависимость диспульсионного мегатка а дальше ее судьба рассматривается либо амплитуда такого возмущения растет если это ведет к неустойчивости либо она затихает со временем тринейный принцип устойчивости который будет постоянно в курсе применяться связанные вещи поэтому я здесь его упоминаю ну а математика вам скажет что это интегральное преобразование интегральное преобразование Фурье а физике хорошая интерпретация я по этому поводу еще буду говорить связанные вещи ну замечательно теперь посмотрим пункт второй теперь посмотрим что получилось пункт два давайте напишем амплитуда интересно же посмотреть что происходит амплитуда вынужденных колебаний вот В это есть Ф корень квадратный из омега 0 квадрат минус омега квадрат в квадрате плюс 4 гамма квадрат в квадрате но квадрат амплитуды рождает энергия колебаний надо сказать словами энергия колебаний энергия колебаний пропорциональна квадрату амплитуды квадрат амплитуды поэтому в качестве резонансной кривой во всех физических книгах приводится именно квадрат амплитуды я его напишу В квадрат Ф квадрат в корень квадратный 0 квадрат минус омега квадрат амплитуды все 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 здесь уже все квадрат взяли плюс 4 гамма квадрат омега квадрат ну важно что это все параметрически параметрически зависит от важного параметра внешняя частота ну если омега стремится к бесконечности внешней то это стремится к 0 сразу видно есть какое-то какое-то положение максимум давайте поищем сначала сначала формулы напишем потом кривые будем строить положение максимума ну давайте так знаменатель знаменатель этого выражения зависит от омега минимум знаменателя соответствует максимум амплитуды поэтому сейчас на нем знаменатель поищем кроме того поскольку параметр является омега идем обозначение омега квадрат это есть зита и знаменатель у от зита это это есть ее плюс 4 гамма квадрат ну чтобы побыстрее была знаменатель значит поиск экстрему домега под экзиту домега под экси это равняется 2 омега 0 квадрат минус дет плюс 4 гамма квадрат это величина равна нулю экстремуме отсюда следует что положение экстремума сейчас где знак вот тут минус да 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 получается так да что это такое нет сейчас давайте еще раз какой ответ получается положение положение максимума что нет вот я смотрю смотрите у нас один параметр дит уже омега квадрат неважно ду под дзит я смотрю получается ду под дзит 2 омега 0 квадрат минус дзит плюс 4 гамма квадрат вот так вот дзит минус 0 квадрат да это все равно будет вот вот так проще отсюда получаю что дзит дзит со звездой теперь я на двоечку сокращу это величина равно нулю на двоечку сокращу и получу тот результат который я так припоминаю это омега 0 квадрат минус 2 гамма квадрат то есть положение экстремума положение экстремума положение экстремума в точке омега омега квадрат омега большой квадрат есть омега 0 квадрат минус 2 гамма квадрат это точный результат замечательно теперь дальше значение пункта в экстремуме тоже хочу посмотреть значение максимума означает что b квадрат я хочу взять от омега то есть квадрат так здесь останется 2 гамма квадрат в квадрате да плюс 4 гамма квадрат здесь надо эту вещь омега 0 квадрат 2 гамма квадрат минус 2 гамма квадрат все эти параметры за вот вот такой результат правильно посмотрим сколько это значит b квадрат макс это есть здесь 4 гамма квадрат амега 0 квадрат минус здесь 4 здесь 8 гамма в четвертой степени значит минус 4 гамма в четвертой степени то есть это есть f квадрат делить 4 гамма квадрат амега 0 квадрат минус гамма квадрат вот такой результат соответственно соответственно b макс максимальный значение амплитуды f деленное на 2 гамма омега 0 квадрат минус гамма квадрат сейчас давайте я сейчас все омегу сделаю потом будем криво рисовать на что формуле были перед глазами это b максимальная b максимальная в квадрате пригодится еще пригодится значение b от нуля то есть условия когда вынужденное решение амплитуда вынужденного решения при значении омега 0 равное а нулю косинус нуля чему равен единица значит если никакого внешнего воздействия нет ну нет никаких внешних колебаний нет значит решение не будет не колебаний а просто сдвиг из уравнения сразу видно что вот амплитуда x ну значит колебаний нет ускорения нет остается только два вот этих слагаемых получается ответ это f деленный на омега 0 в квадрате но это надо проверить вот отсюда если сюда подставить омега 0 что получится то и получится да что говорю понятно сюда подставим омега 0 получается b квадрат f квадрат длить на омега 0 квадрат но этот результат естественно следует отсюда посмотрим вот это вот b от нуля замечательно теперь еще одну вещь я хочу сказать есть определение добротности добротность что такое добротность слушайте я тут в разных книгах нашел там пять разных определений добротности они там отличаются там какие-то просто честным коэффициентом экспериментатор любит говорить что это отношение запасенной энергии к энергии затеряемых за период хорошее определение когда речь о хорошем осцилляторе дело там где-то так вот до конца добротность q это на самом деле величина которая характеризует затухание гамма это декремент затухания размерность гамма единицы на время значит гамма t безразмерная величина а т это вот период собственных колебаний 2п делить на омега 0 вот это выражение добротности кроме того кстати к слову q от ком взялось quality factor давайте сделаем трех минут потом продолжим все-таки цикл так сметчатка это вы правы конечно это я от полноты чувств я тут когда жонглировал арктангенсом ну смотрите здесь там был какой аргумент то там был там был сейчас там был арктангенс арктангенс 2 гамма 2 гамма омега деленный ну что там омега квадрат минус омега квадрат так стоял ваш не помню да так наоборот или вот так вот нет 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 такой стоял вот такой стоял значит он стоял в знаменателе вот его поставит числитель вот это минус минус сводится к тому что из-за толкать его партангенс и сменить здесь знак партангенс а в общем не поднимать что здесь изменили поэтому здесь стоит 2 гамма на омега квадрат 2 гамма на омега а вот здесь вот я не помню знак я просто не помню такие формулы естественно никто не помнит что тут стоит омега 0 квадрат сначала или омега квадрат большая вот наоборот правильно вот это вот ну пожалуйста поправьте пожалуйста поправьте это я как-то это я погорячился спасибо ну 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 ошибка опечатка миспринт очень хорошо теперь давайте здесь посмотрим так добротность по смыслу характеризует просто насколько хорошо и медленно затухает колебания безразмерный параметр вот у него такое определение единицы литна гамма т ну вот ей можно на резонансной кривой дать интерпретацию полезную я сейчас покажу здесь отношения нашли нашли б максимум и к б ноль а б максимум к б ноль это есть омега 0 квадрат дать дать делить делить на 2 гамма на 2 гамма на 2 гамма ну если вместо омега 0 поставить 2п на т 2п на т 2 гамма получится п делить на гамма т вот с коэффициентом п делить на гамма т ну то обратите внимание что это по сути интерпретирует добротность и на кривой дает наглядное показание что это такое я когда буду рисовать к этому вернуть вот определение добротности можно сказать что добротность по определению показывает качество колебаний насколько медленно они затухают определения разные о них надо договориться содержать смысл единицы или на гамма т ну и вот можно резонансной кривой сделать отношения двух вещей максимум амплитуды амплитуды колебаний к ее значению постоянного сдвига это раз все теперь следующий ход пункт третий специально надо поговорить пункт третий как выглядит яркий осциллятор напишите яркий осциллятор форма резонанса вблизи максимума ну это вот как раз и есть когда затухание чрезвычайно мало форма резонанса ну или лучше лучше форма амплитуды нет сейчас походу яркий резонанс сейчас походу форма амплитуды вблизи резонанса но точное определение значение максимума ну точное определение значение максимума ну давайте посмотрим ну давайте посмотрим как выглядит а где же общая формула для так здесь стоит омега 0 квадрат минус омега квадрат в квадрате напомните правильно вот общая форма для для амплитуды колебаний стоит 4 гамма квадрата омега квадрат. Правильно? Правильно? Вот очень хорошо. Я хочу посмотреть, как она выглядит в близорезонансе. А потом будем графики рисовать. Сейчас вы увидите, вам понравится. Значит, я вот что сделаю. Сначала точно напишу. Всякая сингулярность в близком к омега 0. Поэтому я здесь разность квадратов напишу. Омега 0 минус омега в квадрате. Омега 0 плюс омега. Разность квадратов разложил. Да? Омега 0 минус омега. Омега 0 плюс омега в квадрате. Постоял. Плюс 4 гамма квадрат омега квадрат. Почти все точно. Теперь я, может, и сделаю. Я в качестве меня интересует вблизи резонанса. То есть, где омега? Значит, вблизи резонанса когда внешнее воздействие чрезвычайно близко к омега 0. Да? Ну, сюда я подставить не могу. Далить на 0 нехорошо. Вот. Ну и потом это как раз на долглосе вблизи. И получится И получится В квадратово омега равняется в квадрат деленное. Здесь получается 4 омега 0 в квадрате омега минус омега 0 в квадрате плюс 4 омега 0 в квадрате за гамма квадрат. Еще еще красивее я перепишу эту формулу потому что она вообще очень красивая. 4 омега 0 в квадрате я выделю. Здесь останется омега минус омега 0 в квадрате плюс гамма квадрат. О! Замечательная вещь. Вот. Теперь время нарисовать. Что происходит? Можно пометить что гамма много меньше чем чем омега 0. Итак Я рисую здесь частота внешнего воздействия здесь квадрат амплитуды по смыслу это как раз энергия колебаний. Точка резонанса это есть омега 0 в квадрат минус 2 гамма квадрат с большой точностью омега 0. Вот. Частота собственных колебаний. Но если я гамму устрою здесь к нулю то вообще будет нехорошо. Будет очень длинный пик. Но поскольку гамма не 0 то пик есть то он такой вот. ну вот так вот выглядит замечательным образом. Амплитуда его в макс квадрате это есть f квадрат делить на 4 гамма квадрат омега 0 квадрат но при гамме стремящейся к нулю сильно вверх уходит. Это первая особенность. Вторая хорошо видно по этой формуле что при значении омега минус омега 0 равном гамма когда от омега 0 я в обе стороны ухожу ну или омега 0 гамма то есть омега 0 плюс минус гамма то в таком случае значит вот это вот значение дает как раз гамма квадрат и амплитуда уменьшается в два раза. В этой формуле омега 0 и гамма имеют два параметра которые имеют очень наглядный физический смысл. Омега 0 точка резонанса которая совпадает с частотой собственных колебаний для ну как если очень малого издухания. Это первое. А вторая вещь величина гамма как называется? В разных книгах по-разному называют ширина полуширина резонанса. А самое хорошее выражение так и напишите гамма полуширина на полувысоте в точности. Гамма ширина резонанса полувысоте полуширина на полувысоте. Ну вот теперь хочу сказать что такого рода кривая резонанса в физике встречается очень часто. Несколько примеров но на самом деле примеров вы сами можете много провести. Я провел два которые есть в курсе физической механики пункт первый резонансное рассеяние замечательный классический брейд виден сечение резонансного рассеяния с образованием краткожимущего состояния как раз оно зависит от энергии ипсила минус ипсила со звездой плюс гамма квадрат на гамма ну и та же самая формула. Пункт второй недалеко на прошлой лекции я упоминал о ширине спектральных линий ширина спектральной линии ширина спектральной линии но она естественно ширина из-за ударного ширения выглядит точно так же частота она будет пропорциональна плюс тут я помечу ударное ширение пропорционально вот такому множителю который в точности совпадает всем что здесь стоит ширина спектральной линии резонансно-рассеяние все это примеры ярких резонансов ну и здесь же в качестве комментария идеальный резонанс я приведу идеальный резонанс когда гамма стремится к нулю у вас получится дельта функция асимптотика дельта функции дельта а дельта 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 это есть предел тут единица на пи гамма 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 х минус х звездой квадрате плюс гамма квадрат если в вашей научной работе попадется что-нибудь похожее на резонанс можете смело проксимировать этой формулой я иногда называю формулой лоренца 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 лоренц это вот формула лоренца да нет вот это вот и стоит пропорционально здесь это как здесь я просто проезжу пример вам из разных областей совершенно физики не вот 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 не не вот 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 слушайте предэкспонент вот коэффициент совершенно не важен он там зависит от того чего вы возьмете а вот форма форма вот так будет выглядеть теперь размеры с дельта функции какая ну интеграл дельта от x минус x за вездой dx равен единице поэтому аргумент дельта функции единица на аргумент размер дельта функции это единица на аргумент всегда отвечая на широко по этой причине здесь вот так вот стоит а пиет получается потому что будет интегрировать получаете архтангенс возьмете на предел получите ответ вот очень хорошо то есть я хочу сказать что форма резонанса для яркого осциллятора весьма универсальная зависимость которая очень часто появляется где-то важное обстоятельство хорошо теперь ход следующий давайте я здесь вот эта формула сейчас понадобится теперь пункт следующий четвертый все формулы я написал теперь самое главное потому что важны не формулы а содержательные смыслы яркие напишите резонансные кривые резонансные кривые резонансные кривые ну и тут должно стоять хорошее слово имидж имидж картинка все эти формулы можно иллюстрировать и нужно иллюстрировать что происходит у нас есть ассоциализующая система на которую внешнее воздействие омега гармоническим способом воздействует есть квадрат амплитуды который характеризует как раз отклонение самое сильное от начального положения как положение максимума омега 0 квадрат минус 2 гава квадрат пусть будет вот я нарисую несколько кривых вот это сначала одно нарисую формулу я вытер а зря ну в общем в максимуме формулы есть у вас это вот bmax я пометил это я помечу значение реми граммом 0 b0 u в квадрате резонансная кривая будет вот таким вот образом я не очень хороший резонанс нарисовал ну ладно гамма 1 плохой нет вот так хороший резонанс нарисуем хороший резонанс потом начинаю гамму увеличивать похуже резонанс нарисуем похуже резонанс у него амплитуда уменьшится он утолщится вот это вот гамма 1 это гамма 2 ну и наконец вот такой вот резонанс резонансная кривая гамма 3 естественно положение максимум меняется зависит от того как гамма меняется пункт пятый специально хочу на нем остановиться условия резонанса пункт пятый условия возникновения резонанса распространенный штамп для того чтобы добиться резонанса под действием вынужденной силы необходимо внешнее воздействие на частоте собственных колебаний это написано в огромном количестве книг эта фраза нечеткая нечеткая неполная вообще неправильная я немного про это в конце прошлой лекции говорил сейчас я поясню поподробнее что происходит напишите не всякое периодическое напишите словами не всякое периодическое возмущение на собственной частоте не всякое периодическое воздействие на собственной частоте ведет к резонансу Сначала я пример напишу, потом рисунок. Значит, пример. Дело в том, что периодическое возмущение делят на два вида. Есть правильное возмущение, то ну, напишу так, гармоническое возмущение, harmonic, musical, музыкальный тон, тон снова. Я рассматриваю период колебаний t делить два вида омега 0, так что периодическая функция возмущения ff от t равняется f от t плюс t. При этом могу записать сначала гармоническое музыкальное возмущение в виде f1 косинус косинус омега t. Вот такое гармоническое возмущение на частоте собственных колебаний придет к резонансу. О чем вся лекция посвящена полностью. теперь второй пример. Напишите саун звук шум. Я могу придумать периодическое возмущение с тем же периодом, которое не будет гармоническим. например, а2 косинус 2 2 омега t плюс а3 косинус 3 омега t. Уверяю вас, что вот это вот вот это возмущение имеет период омега. Это легко проверить подстановку прямой? Ну просто по резонансной керойке видно, что происходит. Смотрите, если у нас гармоническое возмущение, то вот как раз резонанс и возникнет на задней частоте. Омега вот она к омега 0 близка. Теперь, если у нас совокупность двух возмущений она периодическая, но она не гармоническая отнюдь. Что получится? Получится предпозиция двух возмущений. Одно из них даст вам вот такую амплитуду, которая на двойной частоте. а следующий даст еще меньше. Никакого резонанса не будет. Картинка это можно так заморозить. я сначала нарисую кусинок. вот я нарисовал гармонику косинус. Один период второй период. Один период второй период. теперь представьте себе вот это гармоника которая дает возмущение. А теперь представьте себе что я изображу какую-нибудь периодическую функцию но довольно грязную. Мне надо изображать не гармонику но одинаково. что-то вот в таком ну это я нет я так слишком как там 2 омега плюс 3 2 омега плюс 3 таких еще с разными амплитудами. Ну вот что-то что-то вот такое вот у которого нет здесь периода. А вот это все еще раз здесь же изображу. Да? Что говорю понятно? Вот можно написать что вот это вот том а вот это саунд. Кстати отсюда слово зондирование. Вот такое возмущение оно периодическое но к резонансу не ведет. Обращаешь внимание на эту деталь которая пускается почти во всех книгах кроме очень хороших. но в завершение давайте напишем чтобы хотел я чтобы осталось от лекции резюме что должно быть на слуху три пункта пункт первый внешнее воздействие на гармонике собственных колебаний вызывает резонанс но слово гармоника гармоническое возбуждение гармоника его надо подчеркнуть именно гармоническое возмущение вызывает резонанс пункт второй сопротивление ну скобка диссипация ограничивает амплитуду колебаний и смещает частоту резонанса это я тоже не случайно пишу я знаю одну очень уважаемую книгу где выражение решения однородного уравнения для собственных колебаний содержит собственную частоту без поправки без вот этой поправки и это не опечатка потому что на следующих страницах автор повторяет это дело что говорю понятно вот здесь хорошо видно что как только у вас начинается ухудшаться ухудшаться ну усиливаться сопротивление ухудшаться заменьшаться добротность смещается положение резонанса с этим тоже надо читаться пункт второй ну и пункт третий не надо забывать что сопротивление диссипация гасит гасит собственные колебания все что тут написано на этой кривой это решение неоднородного уравнения про однородное мы вроде как и забыли помните было однородное уравнение оно изначально может быть довольно сильным только на временах по сравнению больше по сравнению с гаммой т оно затихнет поэтому полезно память третье что для наступления резонанса требуется некоторое время которое за которое исчезнут собственные колебания вот на следующей лекции мы поговорим о другом типе другом типе резонанса параметрический резонанс что такое параметрический резонанс знаете пример можете привести да например яркий пример это когда не надо никакой внешней силы когда ребенок маленький родители его на качелях раскачивают его в удовольствие потом ребенок подрастает но родителям уже не на него чего вырос и все а ребенку нравится на качелях расставить тогда он учится как раскачаться самостоятельно это специальный раздел там есть эффекты об этом мы говорим на следующей лекции все спасибо 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 Продолжение следует...